ЗТЕ-ГИК-2 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 Чтобы сделать сброс на этом аппарате нужно зажать одну из самых распространенных клавиш Это может быть либо плюсы питания либо минусы питания либо плюс-минусы питания На этом конкретном аппарате это плюс и питание Немножко он у меня тут разбит совсем немножко Зажимаем ему плюс и питание Две клавиши держите пока не загорится экран Экран загорится, питание отпустить а плюс продолжит держать Загорелся экран, питание отпустили а плюс держите Загорелся зеленый робот Это своеобразная защита от случайного срабатывания Чтобы попасть дальше нужно нажать ему питание Питание не сработает, нажать вверх, вверх не сработает Использовать нижний сенсорный клавиш если они есть Если они не срабатывают, то питание зажать и коротко нажать вверх Пробуем сначала питание Не сработало бы, идете дальше по тому списку, который я продиктовал Попали в само рекавери Опускаетесь вниз до строчки Вайп, дата, фактори, резет И нажимаете питание Если питание не сработает, то используйте вверх Попали в следующий пункт Здесь куча строчек ноу и одна строчка yes Опускаетесь вниз до строчки yes, delete, all user, data Я сейчас сбрасывать не буду, у меня как бы нет в этом необходимости Я выберу любую строчку ноу Вам выберу строчку yes, delete, all user, data Он начнет делать сброс Внизу побегут строчки форматирования Последняя строчка Data, wipe, complete Он будет означать, что сброс сделан И перекинет вас в предыдущее меню В это меню, с которого вы начали С самой рекавери Нужно выбрать либо первую строчку Reboot System Now Либо, если есть строчка, повердаун Reboot System Now перезагружает телефон Повердаун выключает В любом случае, после перезагрузки Либо следующего включения Он доделает нужную ему операцию И сбросит свои настройки Два момента, о которых нужно Обговорить до того, как вы будете делать Любый сброс, любые прошивки Нужно, первое, выйти из учетной записи Google Меню настройки аккаунта Выбираете гугловский аккаунт И в правом верхнем углу кнопка С тремя точками Удалить аккаунт Делать это нужно на андроиде 5.1 и выше У них срабатывает фрп-блокировка Google Если это не сделать после перезапуска И он начинает просить старую учетную запись И пароль от нее Если вы их не знаете То у вас серьезные неприятности У меня есть на канале полиции Фрп и Google Возможно, там найдете решение Но лучше до этого не доводить И второй момент Этот сброс убирает лишь мелкие неприятности Мелкие глюки Графический ключ Что-то прям совсем по мелочи Для чего-то более серьезного Нужна прошивка Выбирая ему ребут системного Телефон перезагрузится Доделают нужную операцию И включится чистый, как с витрины Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok